Привет, мужик! На связи Владимир Шамшурин. Сегодня мы в Египте, мы решили в этот раз на выходные выбраться в Египет. И мне пришло в голову рассказать тебе о том, какие фильмы... Мы тут разговаривали о кино, и какие фильмы вообще я хочу посоветовать тебе посмотреть обязательно. Ну вот, есть очень много хороших фильмов. Я, в принципе, сам не люблю ходить в кино. Они редко смотрят кино где-то дома или на компьютере. Но, честно, вот, что я никогда не понимал, когда люди идут груз с большими толпами в кинотеатры, набирают там такие ведра попкорна, вот, и смотрят какую-то херню, типа там, какой-то там война миров какая-нибудь, там еще что-то, какие-то стрелялки, какие-то рыцари. То есть, настолько однотипные фильмы, что я считаю, что они неинтересны, их вообще невозможно смотреть, и они ни к чему не приведут. Я сторонник того, что нужно постоянно развиваться, да, и, соответственно, нужно смотреть кино, которое толкает тебя к развитию, либо мотивирует, либо заставляет задуматься. И, ну, я посоветую просто несколько фильмов. Если ты их смотрел, то хорошо, если не смотрел, то будет очень круто посмотреть. То есть, какие хорошие фильмы. Недавно мы пересматривали фильм «Бойлерный». Очень классный фильм про то, как, ну, там есть такая очень хорошая житейская история, да, там, вот, не просто какой-то боевик. И плюс про то, как человек продавал там несуществующие акции про богатых людей каких-то, про людей, которые чего-то добились, достигли. И когда смотришь этот фильм, это очень сильно мотивирует. И еще очень хороший фильм, ну, «Достучаться до небес». Я думаю, этот фильм знают все. Если вы не смотрели, ну, конечно, обязательно нужно посмотреть. Этот фильм мне нравится тем, что, как бы, по сюжету два человека, они были приговорены к смерти, то есть у них была смертельная болезнь, и они должны были умереть буквально через месяц. И они вот, мне нравится момент, когда они лежат на кровати и пишут, что бы они хотели сделать в последние дни, какие бы желания вот свои исполнить, что они вот всю жизнь мечтали, но не могли себе позволить, а сейчас им уже терять нечего. И вот по идее нужно так же ставить себе цели, так же к ним идти, то есть ощутить, как будто бы жизнь завтра закончится, и нужно просто огромными шагами бежать к своей цели. То есть там очень такие мотивирующие моменты. Еще очень хороший фильм «Бойцовский клуб» меня лично очень замотивировал. Очень много моментов, когда там говорят, что ты – это не твоя одежда, не твои там какие-то внешние атрибуты, ты – это то, что внутри. И плюс есть отличный момент, опять же, по мотивации, когда главный герой там вытащил парня с заднего двора с работы, поставил к нему ствол к голове и сказал, что если ты через два месяца не станешь тем, кем ты хочешь, я тебя найду и убью. Если бы каждый из нас мог такую мотивацию применить к себе, сделать самому себе, то я думаю, мы бы уже давно достигли всех с вакциной. Еще неплохой фильм «Реквием по мечте». Немножко трагичный, да, но он со смыслами. Еще я бы тебе посоветовал посмотреть фильм «Эффект бабочки». Тоже очень интересный психологический фильм, который рассказывает о том, как может быть в жизни человека по-разному, какие могут быть ситуации. То есть, если бы судьба сложилась хоть не так, как она сложилась, а как-то несколько иначе. Плюс к этому фильму я бы еще посоветовал тебе посмотреть кино, которое называется «Американская история Икс». Это все довольно старые фильмы, но они очень клевые. «Американская история Икс» — это фильм про скинхедов, но там есть очень серьезный такой закрученный человеческий сюжет. Реально фильм заставляет задуматься, заставляет как-то начать стремиться к тому, чтобы себя сделать лучше. Отказаться от каких-то деструктивных, вредных привычек, моментов, сект, не знаю, в своих занятиях, которые тебя разрушают. Редактор субтитров А.Семкин